Максим Кембель Какие итоги встречи? Мнение народа. В городе продолжают свою работу диалоговые площадки. Мы хотим услышать от каждого гражданина, в первую очередь от педагогов, проблемы, вопросы. Что обсуждают? Праздничные атрибутики в Бобруйске подвели итоги рождественского конкурса. Гран-при по елочкам у нас получился Свято-Иверский храм. Кто участвовал? А также приоритетные направления, обмен пунктами, путевка на фестиваль. Славянский базар начал свою отборочную программу, когда узнаем имена участников. Могилевская область не должна отставать по экономическим показателям от других. Итоги 2020-го и в перспективе 2021-го президент обсудил с губернатором Леонидом Зайцем. Перед председателем Могилевского обл. исполкома Александр Лукашенко ставил определенные задачи. Кроме того, нашему региону, который был в числе отстающих, государство оказало ощутимую поддержку. Референции есть у Юго-Востока области и отдельных предприятий. Глава государства отметил, что региону удалось достичь неплохих результатов. Вы по своему ВРП, региональному продукту, 101% примерно сработали. Неплохой показатель. В этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучшим. Поэтому видеть только положительно и не обращать внимания на то, где надо напрячься, это будет неправильно. Значит, мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год, это предназначено во всем мире, не является критерием, не является эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось могилевчан расшевелить, это неоспоримый факт. Александр Лукашенко назвал 2021 неопределенным в силу как внутренних, так и внешних причин. И сориентировал Леонида Зайца на то, чтобы в первую очередь мобилизовать усилия по уже существующим проектам и только потом рассматривать новые. Диалоговые площадки в деле. Люди из самых разных сфер обсуждают проблемы, предлагают идеи. Все усилия направлены на достижение одной общей цели – развития нашей страны. О том, как проходят дискуссии в следующем репортаже. Диалоговые площадки продолжают свою работу по всей стране. Бобруськ тоже подхватил современный и такой нужный мейнстрим. В 28-й школе в центре внимания будущий курс системы образования. Тема выбрана не случайно. От качества образования зависит будущее города и в целом всей страны. Учителя 28-й школы застрили внимание на дистанционном обучении. Прошедший коронавирусный год показал все плюсы такой формы занятий. Еще одной темой для обсуждения стала работа формулы «учитель-ученик-родители». Не только в школе, но и дома должен происходить процесс воспитания. Диалоговые площадки очень важны для того, чтобы открыть для себя что-то новое, узнать и также посоветовать что-то новое другим. Также я очень рада присутствовать на таком собрании и очень много нового узнала для себя сегодня. Диалоговая площадка – это как раз-таки то место, где мы можем высказать свое мнение. Нас услышат, внести изменения в Конституцию Республики Беларусь для того, чтобы в дальнейшем условия образования пошли, наверное, в лучшую сторону. Готовить ребят к самостоятельной жизни невозможно без учета меняющих сериалей. Мы прекрасно понимаем, что школа развивает личностный потенциал ученика. Она должна обеспечить его качественными знаниями. Она должна обеспечить формирование и развитие тех компетенций, которые будут востребованы в экономике. Диалоговая площадка работает сегодня в 31-й школе. Дискуссию ведут учителя, и это правильно, отмечают все участники круглого стола. Еще древние философы говорили, в споре рождается истина. В частности, педагоги обсудили изменение главного закона страны – Конституции. Сегодня мы хотим услышать от каждого гражданина, в первую очередь от педагогов, проблемы, вопросы, волнующие не только педагогов, и учащихся, и родителей. И не только услышать, мы хотим сегодня озвучить пути решения этих проблем. Мне бы хотелось, прежде всего, обратить внимание всего нашего общества и государства, наверное, сконцентрировать это внимание на тех проблемах, которые сегодня имеются в образовании. Надо сказать, что проблемы эти требуют озвучания. Более того, они требуют и законодательного какого-то решения. Шестое Всебелорусское народное собрание шагает в ногу со временем. С последними новостями отныне можно познакомиться и в телеграм-канале. Также, напомним, на официальном сайте в разделе «Обратная связь» можно задать вопрос или внести предложение. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить заявку. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. ЦТ и ЕГЭ, и зимы весной, и гонки на снегу. Бобруйская лыжня готова принимать гостей, где пройдут старты. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия могут обменяться пунктами ЦТ и ЕГЭ уже в этом году. Решение вопроса может быть представлено уже в феврале на встрече глав профильных ведомств. Ранее планировалось, что пункты сдачи централизованного тестирования и единого государственного экзамена могут быть открыты при посольствах двух стран. Прорабатывать эту инициативу было поручено Минобразованию Беларуси и Министерству просвещения России. Второй этап национального отбора на Международный фестиваль искусств в Славянский базар Витебске проходит в Минске. Участники выступают в режиме живого звука. Сегодня это самые младшие артисты. Исполнители эстрадной песни жюри будет прослушивать в понедельник. Для финала отберут по 10 лучших в каждой категории. Кто же представит страну на международных конкурсах, Витебске станет известно не позднее 20 марта. В субботу Бобруйск встанет на лыжи. Зимний праздник пройдет на территории Ледового дворца. Регистрация начнется в 9 утра. Торжественные открытия проведут в 10 часов. Традиционно у Бобруйской лыжни две дистанции – 1200 и 800 метров. Участникам необходимо прибыть с индивидуальными номерами, где отражаются названия учреждения или организации, за которую они выступают. Будут организованы дополнительные рейсы 25-го автобуса. Подробное расписание на сайте Горисполкома. В выходные в стране сохранится повышенный температурный фон. Местами воздух прогреется до плюс 7. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Начало следующей недели также пройдет под знаком плюс. Прогнозируется сильный снег и метель. В Беларуси выздоровели выписано 218 831 пациент с COVID-19. Зафиксировано 234 111 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 330 509 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Беларусь готовится к массовой вакцинации от COVID-19. Начнется кампания в апреле. В качестве вакцины будут использовать российский спутник ВИ. В учреждениях страны уже составляют списки желающих сделать прививку. В настоящее время проводится опрос. В организациях здравоохранения, на крупных предприятиях собирается информация о желающих. Поэтому, если вы хотите быть вакцинированными, вы можете свое желание изъявить своему терапевту. И в дальнейшем эта информация будет учтена при формировании списков и при получении последующих доз вакцины. Вакцинация будет проводиться на базе первой городской поликлиники города Бобруйска, где созданы все необходимые условия для хранения вакцины, для ее применения, для наблюдения за вакцинированными лицами. Российская сторона заявила, что готова увеличить партии препарата для Беларуси. Но сначала нужно понять, справится ли система здравоохранения с количеством желающих привиться. Сейчас между странами подписаны контракты на поставки до марта. Примерно в это же время выпустят первую промышленную партию вакцины, произведенной на территории Беларуси. С отсылкой на Рождество в Бобруйске прошел конкурс Хэдмейда. Свои таланты продемонстрировали 19 организаций, представили 42 работы. Это рождественские елки и фигурки ангелов. С лауреатами жюри определялось на протяжении месяца, конкурс сортовал 20 декабря. Завершился накануне. На подведении итогов каждый участник получил подарок. А лучшие – денежные премии, финансовый вклад, творческое будущее. Идейными вдохновителями выступили горы с полком Бобруйской епархии, Белорусский союз женщин. Гран-при по елочкам у нас получился Свято-Иверский храм. По номинации там, где работали с ангелами, это были представлены индивидуальные работы. Поэтому я особенно хочу отметить работу. Она была отображена и на дипломе, которых награждались за участие в конкурсе ангелы. Это работа 17-летней девочки, студентки первого курса Бобруйского лесотехнического колледжа. Этот конкурс, слово, проводится впервые, но, как признались организаторы, в следующем году он обязательно получит продолжение. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова